Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, я рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление, говорим о том, куда инвестировать в эти непростые времена. Тема сегодняшнего видео заключается в том, что портфель 60 на 40 не работает или перестает работать. С одной стороны громкое заявление, с другой стороны я постараюсь обосновать, почему он не работает. Это стандартный умеренный портфель, который большинство людей использует. 60% это акции, 40% это облигации, незначительно это может меняться. Но тем не менее, эта история перестает работать. Я сегодня постараюсь объяснить, почему мы выходим за рамки, почему он перестает работать. Когда были периоды, уже этот портфель не работал. Смотрите обязательно данное видео до конца. Оно позволит действительно по-другому взглянуть на свой инвестиционный портфель и риски, которым подвержен ваш инвестиционный портфель в настоящий момент, если вы действительно придерживаетесь этой стратегии 60 на 40. Итак, поехали. Что такое портфель 60 на 40? Как я уже в начале рассказал, ситуация, когда у вас есть акции и у вас есть облигации 60 на 40. Портфель этот работает. Придерживайтесь данной структуры портфеля долгосрочного. Соответственно, если на рынке какой-то кризис, то, как правило, в этот период времени облигации или стоят на месте, или незначительно вырастают, акции падают. Вы в этот момент продаете облигации, покупаете акции. И наоборот, когда происходит рост в экономике, компания зарабатывает больше, капитализация, цена акций растет. У вас доля акций увеличивается, доля облигаций сокращается. И вы в этом случае продаете акции, покупаете облигации. Очень простая доступная история. Позволяет снизить колебания портфеля. Позволяет снизить неопределенность. По большому счету 80% времени на протяжении последнего столетия, даже, наверное, 90% времени этот портфель действительно работал. Если вы прям такой долгосрочный инвестор, то вы можете придерживаться этого принципа. Но прямо сейчас получается такая ситуация, при которой он перестает работать. И я постараюсь объяснить, почему. Первая причина. Вот в этом видео мы говорили про инфляцию издержек. То есть, что такое инфляция издержек, когда на рост цен на товары, на инфляцию, влияет не баланс спроса и предложения, когда много покупателей и высокая потребительская активность, а когда причиной роста цен являются издержки производства. То есть, высокие цены на сырьевые товары приводят к тому, что цены на товары растут, а доходы у людей не увеличиваются. И мы попадаем в так называемую стокфляционную спираль. То есть, фактически, экономика полным ходом сейчас на всех парах она летит в период стокфляции. Это период, при котором у нас бывает высокая безработица, падающая ВВП и растущая инфляция. Еще цены на товары продолжают расти, потому что издержки непосредственно увеличиваются. В период стокфляции классический портфель 60 на 40 не работает. Не работает, потому что в борьбе с инфляцией центральные банки стараются ужесточать денежно-кредитную политику. А ужесточение денежно-кредитной политики – это повышение процентной ставки. А повышение процентной ставки приводит к тому, что облигации тоже растут в доходности, то есть, они начинают терять в цене. Получается, что в условиях стокфляции, когда 40% находится в облигации, который вам должен стабилизировать падающие цены на акции, у вас и облигации тоже начинают падать, потому что повышают процентную ставку, а экономика не растет. То есть, у вас акции начинают падать в цене, потому что предприятия зарабатывают меньше, у людей элементарно денег меньше остается. И у компании растут и сдержки на производство. Сама компания зарабатывает меньше. Меньше отдает прибыли акционерам. Акционеры получают меньше прибыли, они говорят, а нафига мне акции? Я не хочу акции иметь, я начинаю от акции продавать. И тогда возникает вопрос, а куда переложиться? Переложусь-ка я в облигации. И в нормальные периоды, вне стокфляции, эта история работает, потому что в дальнейшем процентную ставку понижают, чтобы стимулировать экономику. И это приводит к тому, что понижение процентной ставки приводит к тому, что у вас облигации вырастают в цене, и вы чувствуете себя комфортно, замечательно. В период стокфляции такое не работает. У вас, потому что инфляция находится на высоких значениях, процентные ставки находятся на высоких значениях, наносятся удары как по акциям, так и по облигациям. Что же делать? Возникает закономерный вопрос. А какой же тогда нужно в этом случае иметь портфель? В 2020 году Рей Далио произнес такую известную фразу, которая дословно звучала «Cash is the trash». То есть наличные деньги – это трэш, потому что центральные банки беспрецедентно печатали деньги, и, соответственно, просто находиться в деньгах, когда их печатают, то есть денежная масса увеличивается – это плохо. И когда говорить о том, что первым является спасением, это нахождение до 20% вы должны иметь кэш. Потому что кэш – это тоже позиция. И здесь у людей возникнет закономерный вопрос. Стоп, Максим, подожди. Ты говоришь о том, что инфляция будет длительное время, ты говоришь про то, что она будет иметь разрушительный характер, и при этом ты говоришь, что 20% портфеля нужно держать в кэше. Ты что? Ну, где логика, да? Так вот, сам Уоррен Баффет говорит, что кэш имеет опционную ценность. Что такое опционная ценность? Если кто-то когда-то работал с опционами, что это такое? Опцион – это история, когда вы платите премию за опцион, покупая опцион, да, то есть вы покупаете страховку, платите фиксированную премию. Событие в будущем может как состояться, так и не состояться. В случае, если оно состоится в рамках вашего ожидания, вы зарабатываете. В случае, если оно не состоится, вы теряете премию. Что значит опционная составляющая, когда вы имеете 20% кэша? В ситуации со стокфляцией у вас падает ВВП, значит, компания зарабатывает меньше, у вас растет безработица. То есть, в принципе, акции будут падать, они будут стоить дешевле, чем стоят сейчас, и гораздо дешевле, чем уровень инфляции за тот же промежуток времени. В борьбе с инфляцией, когда побеждали стокфляцию в Соединенных Штатах Америки, процентные ставки подняли там с 7,5% до 20%, единоразово и резко, тогда облигации потеряли в цене до 50%. То есть, если вы будете находиться в облигациях или в акциях, ну, 60 на 40 же у нас, да, то есть акции могут упасть на 50-70%, а облигации могут упасть до 50%. И у вас есть позиция 20%, вы находитесь в кэше. Да, инфляция их будет съедать, но дело в том, что вы не находитесь ни в акциях, ни в облигациях, которые могут упасть в период стокфляционной спирали. И поэтому, получается, вы можете, да, деньги у вас обесценятся на уровень инфляции, согласен здесь, да, и логика в этом нет того, что логика здесь отсутствует. Но суть в том, что когда вы находитесь в деньгах, вы можете купить упавшие на 70% в цене акции, вы можете купить упавшие в цене на 50% облигации. У вас будет эта возможность. Если у вас портфель просто диверсифицирован, у вас грохнется все, и грохнется достаточно сильно. Поэтому 20% это кэш. И мы не требуем от него в этот период времени какую-то прибыль приносить. Это могут быть фунды ликвидности, это могут быть просто наличные деньги, которые можно непосредственно потратить. Следующая доля портфеля, да, 40% все равно должны находиться в акциях. Другой вопрос, в каких акциях должны находиться ваш капитал. Потому что есть акции, которые позволяют вот эту вот высокую инфляцию издержек все равно переложить на потребителя. Я не хотел бы сейчас говорить о том, конкретные имена называть. Мы об этом поговорим на нашей конференции. Что за конференция? И подробности вы можете получить, пройдя по ссылке в описании данным видео. Мы даем конкретный список, конкретный перечень акций, как в России, так и за рубежом, в которых можно спокойно переждать вот эту вот инфляционную историю. То есть акции все равно должны быть, особенно те акции, которые могут вот эти инфляционные риски переложить на потребителя, и потребитель все равно будет платить. Ну, давайте я вам в качестве примера приведу. Например, Кока-Кола. То есть банка Кока-Колы стоит, не знаю, там 1 доллар, к примеру. Инфляция 20%. И банка Кока-Кола будет стоить 1 доллар 20%. Какое количество людей, пьющих Кока-Колу, откажется покупать Кока-Колу? Не откажутся, да? Ну, или их будет гораздо меньше. А цену могут поднять не на 1 доллар 20%, а могут на 1 доллар 30 поднять. Поэтому вот есть определенные компании, определенные сектора экономики. Об этом мы как раз-таки говорим на конференциях, которые в период инфляции чувствуют себя гораздо лучше, чем широкий рынок. Поэтому акции все равно нужно сохранять. Акции – это один из самых эффективных инструментов транзита капитала из настоящего в будущее. И поэтому, да, мы его сохраняем 40%, но не 60%. 20% мы помним, что у нас есть кэша. 20% кэша, 40% акций. 20% – это, соответственно, облигации. Но опять-таки облигации в своей доходности, привязанной к инфляции, не с фиксированным доходом. Оставшиеся 20% – это товары. И товары здесь, можно сказать, это три вида золота. Реальное физическое золото, черное золото и белое золото. Литий, ион, то есть средства для электромобилей. То есть, что позволяет таким образом портфель, который раньше был 60% акций, 40% облигаций, вы его трансформируете. 20% кэша, 40% акций, 20% облигаций и 20% товара, назовем это так. Это позволяет достигнуть оптимальной структуры, потому что в период стокфляции очень сильно растут цены на сырьевые товары. И 20% кэша позволяет вам упавшей в цене акции и облигаций купить. Три товара, да, то есть черное золото, белое золото, желтое золото, да, позволяет вам защититься вот от инфляционных рисков, да, потому что непосредственно первыми, самыми первыми реагирует на рост стокфляции цены на сырьевые товары. В принципе, и рост цен как раз-таки на сырьевые товары приводит к стокфляции. И это просто рост не на 20%, не на 30%, это в разы. И поэтому добавление вот этой вот составляющей в свой инвестиционный портфель сейчас позволяет его стабилизировать. Как я уже и сказал, друзья, более подробно о структуре мы говорим на конференции. Про конференцию вы можете узнать на бесплатном двухчасовом мастер-классе. Ссылка в описании под данным видео. Со своей стороны, хотелось бы все-таки запросить ваше мнение, что вы думаете, какой портфель будет чувствовать в следующие 5 лет себя более комфортно. Классический портфель 60 на 40, или все-таки портфель, о котором мы поговорили сегодня, когда вы добавляете 20% товарной составляющей и 20% кэш. Делитесь. Для меня это действительно очень ценно. У меня же сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok